Лифты не работают, мусор не вывозят, дворы подъезды не убирают. Жильцы дома на бульваре Митова жалуются на управляющую компанию, которая перестала выполнять свои обязанности. Люди при этом уверяют, что продолжают исправно оплачивать услуги. В причинах сложившейся ситуации разбиралась наша съемочная группа. Уже в подъезде ощущается неприятный запах. Из-за того, что отходы в доме не убирают и не вывозят, мусоропровод засорился, внутри гниют органические остатки. Жильцы говорят, еще в сентябре прошлого года управляющая компания «Гаммалх» убрала мусорные контейнеры возле дома, а месяц назад перестала вывозить отходы совсем. Складировать их уже некуда. Поблизости даже завелись крысы, уверяют люди. Еще и дворник не работает две недели. От отчаяния жители пытаются выбрасывать мусор возле других домов, чем вызывают недовольство соседей. Люди с собой тащат мусор на работу, по пути на работу сбрасывают другие контейнеры. Тут уже крысы бегут, скоро летом опарыши побегут. Кажется, на этот дом все напасти обрушились разом. Больше месяца его жители ходят пешком, лифты тоже не работают. Инвалидов очень много в нашем доме, всякие разные люди, больные, старые, с маленькими детьми, и все пешком, ползком на брюхе. Жильцы объясняют, все дело в управляющей компании «Гаммал». Проблемы, как снежный ком, начали расти после того, как люди захотели поменять УК. Предприятие не выполнило работы по замене труб и отказалось уменьшать тарифы на содержание жилья. Общим собранием у нас содержание жилья выставлена цена за квадратный метр 9, ну около 10 рублей. Они не согласны категоричным, хотят сумму устроить где-то 16-60, то есть увеличить почти в два раза. А еще у управляющей компании накопилось много долгов, говорят жители дома. Платим регулярно, у нас собираем денег по дому почти 100%, нету долгов. Хотя у них долгов много уже, они поэтому хотят переоформить свое ОАО на ООО. Уже переоформили, кроме нашего дома, а мы отказываемся. В управляющей компании мы никого не застали, хотя накануне договаривались о проведении съемок. В госжилинспекции о проблемах жителей 10-го дома на бульваре Митова осведомлены. Их пытаются решить уже с декабря прошлого года. В управляющей компании АОО «Камол» остался только один дом, это Митова 10. И уборка территории действительно не осуществляется в сегодняшний день. Два раза выходили, два раза проверяли. Накладываются административные штрафы в большом, крупном размере. Мировые судьи вынесли это уже решение. Два раза выдавались предписания, они не выполнены на сегодняшний день. Мы исключим из реестра лицензии и аннулируем лицензию. То есть выйдем в суд, аннулируем лицензию. Это управляющая компания. Только после этого жильцы дома смогут собраться и принять решение о переходе в другую управляющую компанию. Пока же противостояние людей и УК продолжается. Мы будем следить за развитием событий. Наталья Горова, Леонид Петров, Игорь Ульянов. Вести Чуваше.